Рерих На переднем плане, на фоне снежных горных вершин, мы видим женщину, над которой низвергается со скал поток воды, неиссякаемый, безудержный, сверкающий. Женщина склонилась над музыкальным инструментом и вслушивается в звучание природы и водопада, в мелодию пространства. Она услышала песнь водопада, открыла эту гармонию в себе и словно подбирает мелодию, которая ей слышится в потоке воды. Кажется, что горы склонились к женщине и прислушиваются к звучанию ее музыки. Можем ли мы наблюдать такое же единение человека и природы в современном мире? Нас окружает множество звуков, вибраций, которые гармонизируют наш внутренний мир или раздражают, оздоравливают его или разрушают. Они вторгаются в наши мысли, чувства, толкают на поступки. Но природа далека от современного человека. Люди перестали слушать и разучились наслаждаться ее звуками. Даже попав на природу, человек боится остаться с собой и своими мыслями наедине, открыть себя природе и услышать мир вокруг. Сам человек, где бы он ни был, заполняет вокруг себя пространство звуками, мыслями, действиями, и они не всегда гармоничны. Зачастую люди как будто уже не могут быть едиными с природой и продолжают боготворить сотворенные лишь рукой и разумом человека, не сознавая, что разрушают свою внутреннюю гармонию и свободу, делая себя зависимыми от мира бездушных вещей. Но именно природа дает нам благословение внутреннего покоя, свободы и гармонии. Человечество должно вновь найти пути к гармонизации жизни, ибо с ней придут любовь, радость, добро и красота. Послушай, музыка вокруг, она во всем, в самой природе, и для бесчисленных мелодий она сама рождает звук. Ей служит ветер, плеск волны, раскаты грома, звон капели, птиц, несмолкаемые трели среди зеленой тишины. Субтитры создавал DimaTorzok